Сегодня вдруг несколько продавцов топлива объявили о больших скидках, действующих всего несколько часов. У заправок выстроились длинные очереди из машин, из-за которых даже стал опаздывать городской транспорт. Цена почти на всех заправках была снижена на 10-15 центов и всего на несколько часов образовались очереди. Надо использовать, потому что дешевле, и поэтому все здесь. Я думаю, все любят экономить. Все хотят сэкономить для чего-то вкусного. Пойти в ресторан за вкусной едой за счет экономии, верно? Специально ездил? Да, я работаю рядом, но и решил во время обеденного перерыва. А эта скидка, насколько она важна? Немного сэкономлю. Прочитал в интернете, что дешевле, и прилетел сюда. Знал, что будут длинные очереди. Ниже было до ковида. Евро 20-30. Как вы думаете, их цены останутся низкими или они их поднимут? 100% что поднимут. Очереди на заправках образовались по всей Латвии. Это кольцевая дорога в Елгове. Очередь машин растянулась на несколько сотен метров. Аналогичная ситуация в Алмере. Но сегодняшняя война цен между АЗС – это результат местной конкуренции, а не падение мировых цен, говорят торговцы. Одни снизили, другие повторили. В данный момент цены очень близки или даже ниже себестоимости, но чтобы обеспечить равноценное предложение, нам пришлось применить скидки. Это ровно на три часа. И это ограниченное время объясняет, что топливная отрасль продолжает работать с небольшой прибылью. Это один из факторов, говорящих о жесткой конкуренции. Действия каждого участника рынка тщательно отслеживаются, и реакция быстрая. Торговцы говорят, что цена на топливо в ближайшее время не будет стремительно снижаться. Так что, кто успел заполнить бак, видимо, сделал это не зря. Галина Солодовник, Давид Фрейденфелдс, Иван Милов, Рус ЛСН.